Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И разумеется, как всегда, обзор начинается со съемки, собственно, на девайс, который я буду обозревать. В чем его плюсы? Давайте начнем вот так. Я все время буду вначале говорить про плюсы, а про то, что я думаю, я буду говорить в конце. Здесь есть мини-джек, здесь есть инфракрасный порт. Он очень классно выглядит. Камера на 108 мегапикселей, но в то же время максимальное разрешение съемки 1080p 30 fps. 400 тысяч баллов в Antutu, но единственная причина, по которой конкретно я его купил, разумеется, это то, что это новинка. На M4 Pro 5G, на M4 Pro 4G обзоры у меня на канале были. У меня вообще были обзоры на всю линейку Poco. Если брать вот в сумме, да, конечно, круто, что здесь есть поддержка 5G. Конечно, круто, что здесь экран уже AMOLED. Разумеется, великолепно, что здесь есть 120 Гц, хотя с таким процессором... Ну, это лирика. Кратко, здесь есть о чем рассказать. А вот какие выводы, смотрим, оцениваем. В конце вы узнаете мое мнение, полностью взвесив плюсы и минусы, которых, к сожалению, по мне, наверное, больше. Смотрим. Это Poco X4 Pro. Мы можем их хейтить, мы можем говорить, что они не стоят своих денег, мы можем рассказывать про то, что техника встала на свои места, но это не важно. Важно, чтобы вы подписались на телеграм-канал взаимопомощи. Вам там посоветуют, что нужно брать в наше непростое время в плане наличия электроники. Это раз. И два ее стоимости. При том, как, допустим, сейчас выгодно покупать через Kiwi кошелек. Покупаете там доллары и налички покупаете за доллары. Вы экономите где-то процентов 20-30 стоимости, иногда даже 40. И если брать в долларом эквиваленте, то вот это вот чудо природа, оно стоит не особо и дорого. К чему это все? К тому, что тестировать я буду, как всегда, с рвением. Как всегда буду рассказывать вам, в первую очередь, о недостатках. Обещают нам 120 Гц, обещают 108 Мп. По-любому это там так и есть. Снэп с поддержкой 5G. Внешний вид очень сильно походит на ту модель, которую я обозревал. Прям Ctrl-C, Ctrl-V. Защитная пленка сразу на борту. Фронталка по центру. Есть Type-C, есть инфракрасный порт. И, по большому счету, все как всегда. У Poco цвет, блеск, красота. Кроме датчиков приближения, вполне возможно, но не факт. Об этом история пока умалчивает. Будем тестировать. Зарядка, как я уже и сказал, 67 Вт. Кабель для зарядки, как всегда, у них плотненький, длинненький. И, вполне возможно, он вам понравится. В комплекте, очень надеюсь, что есть чехол. Да, это вам не Самсунги. Чехол довольно плотный, убогий. Но, главное, он есть. В целом, мне дизайн очень нравится. Очень похоже на Oppo Reno 6 для китайского рынка. И похоже на Redmi Note 11, опять же, для китайского рынка. 207 граммов с блоком камер 11 миллиметров, 11,2 толщина. Без блока 8,3. Высота 164 миллиметра. И ширина у нас будет 75,9 миллиметров. В целом, аппарат внешне мне нравится. Мне вообще нравятся вот такие прямые углы. При том, что здесь практически нет подбородка. Вот сейчас он загрузится, вы увидите. Плюс к армиям за это. Есть, но маленький-маленький. Смотрим. Розыгрыше моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки. Это синий, черный, желтый. К небольшому количеству плюсов данного смартфона можно отнести, разумеется, дизайн. Тыльная часть глянцевая. Скорее всего, выполнены из стекла. Во всяком случае, тактильно ощущается как стекло. Но почему-то я склоняюсь больше к мнению, что это хороший пластик. А рамки выполнены из матового пластика. Материалы очень маркие. В руке без чехла лежит удобно. Прямые грани никаким образом не мешают. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Качель регулировки громкости. Разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно. Два микрофона, два стереодинамика и один разговорный. Звучание стереодинамиков слегка разнится. Но в целом оно хорошее и Dolby Atmos на борту. Далее также на борту имеется и капорт, и миниджек. За что, конечно, отдельное спасибо. Xiaomi в своем репертуаре запихивает все и по максимуму. Официальная информация о влагозащите я не нашел. Но в некоторых источниках пишется о том, что смартфон имеет пылезащитный и влагозащитный корпус стандарта IP53, что в целом неплохо. В целом сборка хороша, никаких зазоров или чего-то подобного я не обнаружил. Кнопки практически не имеют люфта, летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем AMOLED DOT дисплей на 6,67 дюйма. С разрешением 2400 на 1080 точек Full HD+. И закрыт дисплей стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 395 ppi, чего достаточно. Цветовой охват стандартно DCI-P3. Картинка яркая и насыщенная, но вау-эффекта лично у меня нет. Пиковая яркость 1200 нит, что хорошо, так как при прямом освещении яркости вполне достаточно. Частота обновления экрана 120 Гц, и на выбор также 60 Гц, но автогерцовки не завезли. Тач на 360 Гц, DC-димминга в наличии нет. ШИМ на 100% яркости 4,2, на 50-16, на минимальный 37, на 0-15. Показатели неплохи, так как ШИМ выше 40% не поднимался вообще. Автояркость работает прекрасно, быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Always on display в наличии, но только 10-секундный, что является фейлом. Далее, мультитач на 10 пальцев отрабатывает неплохо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает быстро и стабильно, распознавание лица срабатывает также стабильно. Отсканировать отпечаток одного и того же пальца можно, а биометрические данные ввести можно только одного лица. Подбородок внизу экрана есть, но не сказал бы, что он прям огромный. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 695, с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 2,2 ГГц. Графический процессор Adreno 619, интерфейс MIUI Global 1305. Android 11 версии, за время использования я наблюдал некорректную работу интерфейса, в основном когда настраивал его под себя и когда использовал камеру. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 6 или 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, поддержка ненужных нам 5G сетей для 4G, бенды 7 и 20 на борту. Связь ловит хорошо, звучание при звонках отличное. Датчик приближения меня не подводил, как по мне работал он довольно стабильно. Запись разговоров в стоке имеется, а записи телефон не предупреждает. Линейный мотор хороший, настроить можно только уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.1, NFC поддерживается. К примеру, можно установить MirPay и спокойно пользоваться на данный момент. В настройках есть отдельная вкладка VPN, что сейчас в каком-то смысле актуально. За охлаждение отвечает технология Liquid Cool версия 1.0. Из навигации GPS, GLONASS, BDS, GALILEO GPS, тест трудом показывает точность 3-4 метра в городских условиях. Емкость аккумулятора 5000 мАч в PC марке выдал 7 часов 59 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости и хочу отметить, что телефон не был максимально заряжен, то есть он съел 72%. Соответственно, у него где-то автономность около 10 часов по факту. Более чем хороша. Заряжается с нуля до сотки от родного адаптера питания за 43 минуты. За час игры в Genshin Impact улетает 25% при 120 Гц на максимальной яркости. Играть, к слову, на максимальных настройках графики вполне комфортно. Просадка FPS проскакивает, но редко. Яркость лично у меня не понижал, что хорошо, а беспроводной зарядки, конечно же, нет. Перейдем к тестам. Троттлинг-тест проходил стандартно. Изначально показывает неплохую стабильность. А под конец идет уже на спад. 170 гипсов минимально, максимально 228, в среднем 213 на 100 потоках при 30 минутах. Согласитесь, что данные, в принципе, соответствуют какому-то очень слабенькому смартфону. В Geekbench в сингл-коре 686, в мультикоре 2028. В 3D-марке показал Wild Life 1211, Wild Life Extreme 363, Wild Life Stress Test 1211, Wild Life Extreme Stress Test 361, Sling Shot Extreme 2954 и Sling Shot 4148. В Antutu выдал результат в 391 тысячу попугаев, считайте 400 тысяч, он плюс-минус показывает. Сторедж-тест показал 28 тысяч, что очень даже неплохо и свидетельствует о очень хорошей оптимизации внутренней памяти UFS 2.2. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел совсем не идеальный, результаты вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей и одной LED-вспышки. Основная на 108 мегапикселей, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов и затычка на 2 мегапикселя для макросъемки. Запись видео доступна, внимание, барабанная дробь в максимальном разрешении 1080p 30fps, что вообще никак не радует, считайте камеры не по нынешним стандартам. Даже в третьем эшелоне 60fps запихивают, при том в третьем эшелоне, которая в два раза дешевле. Цифровой стабилизации, как оптической, не заметил, но даже если цифровая присутствует на бумаге, то она отрабатывает очень плохо. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится он в верхней части экрана по центру, и, к слову, он небольших размеров, что является плюсом, так как не особо мешается. Но максимальное разрешение для съемки видео также 1080p 30fps. С этим все понятно, фронталка почти у всех такая, даже у многих топов. Видеосъемка подфризивает, и сказать, что она достойная, я однозначно не могу. Фотографии, в принципе, неплохие получаются, но тоже далеки от идеала. Короткие примеры вы сейчас увидите. К слову, летал в Калининград, заодно и там пофотографировал. Пример съемки 1080p 30fps, и так как это Poco, и так как это а-ля почти топ, все-таки приставка Pro что-то должна значить. Максимум 1080p 30fps, это, конечно, печально. Сложные условия съемки, это тоже печально, но, как мне сказали, если ты, Саня, не будешь позитивно мыслить и говорить, что мы-то сделаем лучше, мы обязательно сделаем смартфон лучше, то тебе будет ноутбуд, и на меня будут жаловаться. Поэтому, чтобы на меня никто не жаловался, я верю, что у нас появятся смартфоны лучше, а пока будем рассматривать смартфоны, которые существуют в Китае. Так вот, этот китайский смартфон не блещет фронтальной камерой, особенно ночной. Я вообще вижу какие-то фризы непонятные для себя. Разумеется, вижу лютый роллинг-шаттер и еще и рассинхрон голоса и звука. Голоса и видео. Сейчас я попробую еще раз запустить камеру, потому что это какая-то беда. Продолжаю тест этой беды, и все равно я вижу какой-то рассинхрон звука и видео, и я не понимаю, в чем проблема, потому что смартфон был обновлен, плюс это не рендер, то есть это не образец, который мне предоставил производитель, это образец, который я также купил, как и вы, во время распродажи. И, ну не знаю, очень странно, особенно черт с ним с роллинг-шаттером, а вот с этим делом прям совсем странно. Плюс еще и экран тускнеет. 1080p 30 фпс на фронталке, тестировать фронталку ночью нечего, я думаю, что и днем она не бьет никаких рекордов. По стабу, кстати, не все так ужасно, то есть я смотрю, ну фризит, ну ужасная картинка, но не прям не супер-мега ужасно, бывало и хуже. Поэтому продолжаем банкет с основной камерой. Ночной банкет с основной камерой я решил начать с ширика, с ультраширика, то есть это не основная камера, это у нас ультраширик, он ночью максимально бесполезен, как вы видите. То есть если мы хоть что-то как-то где-то можем рассмотреть, это не значит, что все в огне, а точнее все совсем не в огне. Вы видите работу стаба даже с двух рук, вы видите, как он может впитывать в себя в визуальную информацию. Я не назову это лучшим вариантом. То есть забываем про супер-ширик ночью, так же как про фронталку. Из супер-ширика можно максимум делать Zoom X2, но лучше этого не делать. Так, ну теперь вот по-настоящему основная камера 1080p, 30 фпс и первое впечатление вообще от съемки аппарата, это он люто тормозит. То есть при переключении режимов, при фотографии, при всем вообще, у него какие-то непонятные подлагивания, возможно это обновление прошивки, которое очень часто у Xiaomi бывает в обратную сторону, то есть когда что-то все великолепно работало, какое мосфита. То есть у вас часы великолепно, допустим, работают, приходят все уведомления отлично с GPS, отлично со всем, потом приходят обновления и все крякается. Вот здесь я допускаю мысль, что все было хорошо до обнова, но я, разумеется, как получил телефон, сразу обновил прошивку, и я не скажу, что меня это дело радует. Максимум у нас здесь X6. Кстати, на экране смартфона даже смотрибельно, это X6 даже ночью вы увидели. Если брать нашу любимую, мою любимую, ладно, локацию с болтом, который, кстати, кое-кто у меня перенял, но это не критично, мне кажется, что это один из лучших способов проверки. Притом так метафорично, болт, правда? Еще косу и кувалду бы. Так, автофокус великолепен, но опять же на 1080p 30 фпс не особо это и удивительно. Смотрим. Все неплохо. Калининград, немного съемки на ширик, максимально плавно, с двух рук. Вижу, как-то картинка дергается на самом смартфоне. Вполне возможно, впоследствии этого не будет, но я уже говорил, что это какая-то беда с этой прошивкой. Надеюсь, что ее пофиксят, либо что это дело все будет выглядеть на мониторе и на телевизоре лучше. 1080p 30 фпс это то, чего мы заслужили. Это уже средняк, это не бюджетник, я считаю, учитывая стоимость. Если даже недорогой средняк. Максимум, что он может по основной камере. Сейчас вы видите музей янтаря, который не в одном ролике, а в нескольких будет виден. Так же, как и набережная, как и озеро, но это уже позже. X6 максимум, мыло мыльное. Смысла в этой структуре ноль в попытке увеличивать. Вот так. Фронтальная камера, максимальное разрешение 1080p 30 фпс. Съемка ведется с одной руки в движении. Если остановиться, то, кстати, не так все и плохо. Хотя особо хорошим и не назвать. И по поводу роллингшатра вы и сами все видите. Лучше не комментировать. Не знаю, я не сильно расстроен, что я приобрел данный аппарат, но расстроен в плане его возможностей и ценообразования. Я пока еще не привык к таким ценам за слабого среднячка. Вообще никак. То есть да, он неплохо выглядит, да, он неплох по стабильности, но по возможностям видеосъемки не радует. Ну и как в фотосъемке тоже как-то у меня нет пока ощущений фонтанных от него. Вот так он снимает в идеальных условиях в Калининграде. Еще немного фронталки на площади. Главная площадь Калининграда. Ну, не радует меня она. Немного красоты, если поедете на какой-то курорт. Не важно осенью, весной, зимой или летом. Спока. Вот так вы сможете снимать. Если чайк, то чайк вы видеть не будете, будете видеть только пиксели. По стабилизатору все стандартно печально. Но плюс к карму, что здесь есть двойное видео. Так же как у риумевских аппаратов и некоторых сяомишных. Притом у некоторых флагманов в стоке данной функции нет. А у Пока в наличии. Можно таким образом менять размеры прямо в режиме реального времени. Забавляться. И немного Пока в той же локации. Да, конечно, небо и земля по съемке. Еще раз повторяю. Меня, в принципе, больше всего расстраивает, что он при съемке. По мне, лично, как я вижу, подфризивает. И это ни в какие ворота. Черт с ним с 1080p, но не так же снимать. С фронталкой дела у него немного лучше, но немного, прям немного. И нет, не ждите. Я уже, наверное, не навернусь. У меня осталось всего три телефона вот в этой локации. Может, правда, он нырнет, и это будет плохо. Но тогда в обзор не увидите, потому что я не подснял его до конца. Минусы. Главный минус – это цена. И даже учитывая, что более-менее просаживается рубль на сегодняшний день, 25 марта, более-менее адекватные цены на Али, тем более, если через Киви кошелек покупать, переводя в доллары. Но это космос. Посмотрите в описании к видео. Там, может быть, будет даже промокод. Вчера нашел на него скидку. Но это вообще точно не вариант. Выгодно, супер. Также здесь 10-секундный Always On Display, что, в принципе, вы получаете AMOLED с одной стороны. Вроде бы это основная его фишка, а нет. А вот здесь урезан. Некорректная работа интерфейса, хоть и редко, но бывает. Максимальное разрешение для съемки вообще просто ни о чем. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Есть ли промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале также по ссылке в прикрепленном комментарии. Они однозначно будут к 28-му числу. Вдруг на момент вашего просмотра появятся какие-то лучшие предложения. И напоминаю, что в описании я укажу еще два смартфона. Пока F3 и Пока X3 Pro. Притом даже на Алиэкспрессе. Ладно, вы можете в ритейле поискать. Там будут еще выгоднее предложения. И эти телефоны по сумме факторов и своих возможностей и способностей, конечно, наголову выше, чем данный суперновый смартфон. Я не понимаю, зачем они его выпустили. Или зачем было выпускать супер-мегатопы, а потом уйти в какую-то непонятную даль для того, чтобы что? 108 мегапикселей нам рисовать при 1080p 30 fps? Или для чего? Для того, чтобы у нас 400 тысяч баллов в Antutu даже смартфон не выбивал. Я понимаю, что это все циферки, но интерфейс-то подлагивает. Какие 120 Гц, я вас умоляю, с этим процессором? Но это лирика. И резюмировать мне бы хотелось с такой вещью, которую они делают 4 года, но последний, наверное, месяц я не вспоминаю. Вспомните о ритейле, нашим родном. Он еще не загнулся, и там остались старые ценники. На Poco X3 Pro, да, IPS, но это просто космос разницы и по стоимости, и по возможностям. На Poco M3 Pro то же самое. Авито вам в помощи еще чертова туча ритейла. Ну и разумеется, Poco F3. Вы можете по ссылкам в описании сравнить эти ценники даже на T-Mole, либо на Алишке в китайском ритейле. И все это будет чаще всего дешевле, чем данный аппарат. Все это будет, по моему субъективному мнению, в разы лучше. Что как по Antutu, ну ладно, кроме вот этого вот старенького Poco. Poco F3, Poco X3 Pro лучше, дешевле, и смысл выпускать данный девайс по мне нулевой. Вот сегодня для русского сегмента рынка 400 тысяч баллов в Antutu, серьезно? 120 Гц с таким процессором? Ну я не знаю, кто это дело может рекомендовать. От меня стопроцентное нет. Вы можете со мной поспорить в комментах, если вас радуют цифры, спеки и все остальное. Внешний вид мне зашел, но остальное точно нет. И здесь вам не поможет покупка через Kiwi кошелек долларов, и потом покупка этого девайса. Все равно дорого Xiaomi. Нужно минимум 33% цены откидывать, и потом его уже рассматривать. Даже в долларовом эквиваленте, это опять же мое субъективное мнение. Но для него вы же и смотрите, а выводы делаете сами. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, на телеграм-канал скидок, там уже больше 41 тысячи человек. При том, что 28 числа начнутся распродажи на Алишки, и они будут неплохими. Во всяком случае, какие-то там купоны тысячи от трех, они обещают, а это уже что-то. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!